С вами канал Учебник Слух. История Древнего Мира. Пятый класс. Тема урока – Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Тысячи жителей Италии и провинций стремились попасть в Рим. Одни приезжали по торговым делам, другие хотели получить выгодную должность на службе у императора. Всех привлекали гладиаторские игры, гонки колесниц, триумфы и всевозможные празднества. Город украшали дворцы на Палатинском холме, статуи богов и императоров, храмы и портики, многочисленные фонтаны. Триумфальные арки и колонны напоминали о победах властителей Рима. Размерами и красотой выделялся огромный амфитеатр Колизей, вмещавший около 50 тысяч зрителей. Другой достопримечательностью Рима был пантеон, дословно – храм всех богов. Пантеон увенчан куполом, похожим на половину шара. Внутри храма сделан огромный зал. В центре купола находится отверстие, через которое льется свет. Пантеон выстроен из кирпича и бетона. Внутри он облицован мрамором коричневато-золотистых тонов. Особняки на городских холмах Богатейшие римляне жили в собственных домах, которые располагались на холмах, где воздух был здоровее и чище. В главном помещении дома не было окон. Четыре колонны поддерживали перекрытие. В нем было четырехугольное отверстие, под которым располагался бассейн, куда попадала дождевая вода. В этом помещении хозяин дома принимал посетителей, пришедших по делам. И только близких друзей он приглашал пройти внутрь дома. Например, во дворик сад, окруженный портиками. В саду благоухали цветы, били фонтаны. В доме было несколько спален и столовых, кабинет хозяина, помещение для рабов. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Большинство римлян не могли обзавестись собственным домом. Они снимали жилье в пяти-шестиэтажных домах, принадлежавших богачам. В таком доме в нижнем этаже сдавались помещения под лавки и харчевни, а в верхних – комнаты и квартиры. Бедняки ютились в коморках под черепичной крышей. Человеку, плохо знавшему город, разыскать нужный дом было непросто. На улицах не было табличек с названиями, а на домах номеров. Ошибиться адресом, принять один многоэтажный дом за другой ничего не стоило. Все эти дома были уныло однообразными, а улицы, на которых они стояли, грязными и узкими. Из-за тесноты не оставалось места для деревьев и цветников. Прохожих подстерегали опасности. Из окон выбрасывали битую посуду, выливали помои. Жизнь в многоэтажных домах была полна неудобств. Печей не было. В сырые и холодные дни жильцы обогревались жаровнями, куда насыпали древесный уголь. Не было в домах и настоящих кухонь. Пищу готовили также на жаровнях. Бедняки часто ели в сухомятку или же на ходу, покупая горячую еду и кружку дешевого вина у уличных разносчиков. Окна в домах не имели стекол и в непогоду закрывались ставнями. Тогда даже днем приходилось зажигать светильник. Вода в квартиры не подавалась, ее брали в городских фонтанах и тащили по крутым лестницам наверх. Грязь и зловоние сопровождали римлян, живших в многоэтажных домах. Посещение бань. Проведя день в духоте тесных улиц под знойным южным солнцем, римляне испытывали потребность вымыться с головы до ног. Ежедневно они посещали термы. Так назывались бани. Всего в Риме было около тысячи общественных бань. Входная плата в них была мала. Самые большие и роскошно отделанные термы строились по повелению императоров. Эти термы, богато украшенные статуями, мозаиками и настенными росписями, располагались в тенистых парках. Перед купанием на специально отведенных площадках желающие играли в мяч, состязались в беге, борьбе и поднятии тяжестей. Набегавшись, покрытые пылью и потом, они шли мыться. Но прежде в удобных раздевальнях отдавали сторожу-рабу одежду на хранение, опасались банных воров. Затем переходили в помещение с теплой водой и окунались в бассейны под открытым небом. При термах находились библиотеки и залы для отдыха и дружеских бесед. Здесь можно было узнать последние новости и сплетни. Сделать модную прическу, вкусно поесть. Беднота требует хлеба и зрелищ. Найти в Риме работу было нелегко, а многие бедняки и не хотели работать, считая труд рабским и унизительным занятием. Боясь народных выступлений, императоры приказывали вести списки неимущих граждан и раздавать по ним хлеб. Однажды беднота забросала камнями повозку самого императора всего лишь из-за того, что зерно для раздачи не было вовремя доставлено в город. Беднота требовала не только дарового хлеба, но и бесплатных развлечений. Наряду с гладиаторскими играми любимейшим зрелищем были конские бега, для которых был построен большой цирк. В дни состязаний весь город сидел в цирке, не отрывая от арены глаз. Клички цирковых коней и имена лихих возниц были на устах у всех. Однако жизнь возниц висела на волоске. Колесницы часто сталкивались и опрокидывались. Рим был крупнейшим городом империи. Его называли вечным, золотым или же просто городом. Помпеи. Гибель города и его раскопки. Цветущий город Помпеи был расположен в Южной Италии поблизости от Везувия, который считался давно потухшим вулканом. В августе 79 года н.э. Везувий внезапно ожил. Произошло страшное извержение. Город был засыпан пеплом и мелкими камешками. Археологи раскопали Помпеи. Теперь мы знаем, как выглядели небольшие города Древней Италии. Помпеи имели мощенные камнем улицы с тротуарами, водопровод, бани, мастерские, мельницы. Среди жителей города были богатые торговцы и ростовщики. Они жили в роскошных домах, украшенных статуями и росписями. Помпеи имели два театра и амфитеатр, вмещавший 20 тысяч зрителей. Гладиаторские игры, как и повсюду в Римской империи, были здесь любимым зрелищем. На стенах помпейских домов обнаружены объявления о предстоящих играх, имена гладиаторов-победителей. Помпеи называют огромным музеем под открытым небом.